В Китае в Международный день биоразнообразия. В естественную среду обитания выпущены 10 уникальных оленей Милу. Это самый редкий и ценный представитель семейства оленей. Хом животные считаются национальной гордостью и ценностью Китая. Милу, или по-другому олень Давида, известен как самый редкий вид оленей. Они живут и размножаются исключительно в условиях неволи. 10 животных специалисты заповедника подготовили к жизни в естественной среде. В субботу утром из Пекина их заставили в заповедную зону Мулань в провинции Хэбэй. Их новый дом находится теперь выше по течению реки Луань. Это 60 тысяч квадратных километров земли с пышной растительностью и многочисленными водоемами. Места обитания Милу сильно отличаются от других животных. Они предпочитают низыные и заполоченные участки. Болотистая местность пришлась оленям по душе. Именно этот национальный природный заповедник оказался особенно благотворной средой для проживания оленей Милу. Сотрудники зоны работают над улучшением качества воды и других составляющих экосистемы лесистых территорий. Реинтродукция животных в их естественную среду обитания – это один из основных способов защиты редких видов и восстановления их дикой популяции. Животным нужно время, чтобы адаптироваться к окружающей среде. Но мы уверены, что при соответствующей поддержке они привыкнут к жизни со своими сорочечами. В будущем мы, возможно, отправим их в крупные преминые хозяйства. Когда-то большие стада Милу обитали на заболоченных территориях дельты реки Янцзы. В древнем Китае олень Милу был символом жизненной силы, благополучия и даже борьбы с нечистой силой. Однако позже, в результате неконтролируемой охоты, численность Милу сократилась до такой степени, что популяция оказалась под угрозой полного исчезновения. Сейчас олень Милу в Китае находится под государственной охраной первой степени. О них заботится и расширяет популяцию. В Китае ведется серьезная работа по сохранению биологического разнообразия окружающей среды. Вымирание одного вида может оказать необходимые эффекты на окружающую среду. И после того будет нарушена биологическая цепочка. Все больше и больше животных и растений окажутся на грани вымирания. Каждый год разнообразие животного мира уменьшается за счет того, что некоторые виды безвозвратно исчезают. Фауна Земли — это не случайное скопление разных видов животных. Это единая система, и выпадение любого элемента из них может привести к самым серьезным изменениям. Именно поэтому необходимо сохранять исчезающие виды животных, каждый из которых неповторим и интересен.